Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице натушения пожаров и ликвидации ЧС спасатели совершили более 1300 выездов. На пожарах погибли 6 человек, 20 пострадали. А вот более 170 человек работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон. Подробнее о более значимых происшествиях минувшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник утром дежурную службу МЧС поступило сообщение о том, что в одном из детских садов на проспекте Независимости 4-летнему мальчишке нужна помощь. Как выяснилось, играя, ребенок засунул пальцы левой руки в дверной проем. Спасатели с помощью спецоборудования отжали дверное полотно и освободили руку малыша, после чего приложили лед к опухшим пальцам. Госпитализация мальчишке не понадобилась. Также в этот день спасатели выезжали на тушение автомобилей. В первой половине дня, вероятнее всего, короткое замыкание стало причиной загорания Ситроена Ксансия на улице Герасименко. Ближе к вечеру небес помощи злоумышленника на Кальварийской загорелся и был полностью уничтожен Volkswagen Jetta. Досталось лакокрасочному покрытию, припаркованного рядом Форте Спорт. Минск чрезвычайный. Необычный вызов поступил столичным спасателям во вторник. Около 7 утра минчане заметили лося, который прогуливался по улицам микрорайона Чижовка. После обнаружения животное сопровождали работники различных ведомств, в том числе и МЧС. Зверь был травмирован и когда забрел на территорию детсада, его усыпили. После доставили на территорию предприятие Флора и Фауна, где медики должны были осмотреть Сахатова, подлечить и отпустить в лес. К сожалению, позже от полученных травм животное умерло. Предположительно, короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в частном трехквартирном доме по второму радиаторному переулку во вторник утром. Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали загорание, в результате которого были повреждены деревянные межэтажные перекрытия и перегородка. К счастью, никто не пострадал. Не допускайте перегрузки электросети. Для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами. И не забывайте о необходимости замены старой электропроводки на новую, более мощную. Минск чрезвычайный. Травмой ребенка закончился инцидент во вторник вечером на улице Убаревича. Находясь дома с родителями, двухлетняя малышка засунула правую руку в лоток для приема мяса электромясорубки, в результате чего кисть намотала на шнек. К счастью, до режущего элемента рука не достала. Родители вовремя отключили мясорубку. Работники МЧС освободили руку малышки, а врачи с переломами пальцев доставили ее в больницу. С целью снижения, в том числе и таких происшествий, с участием детей вследствие оставления их без присмотра, в эти дни в республике проходит профилактическая акция «Не оставляйте детей одних». Уважаемые родители, давайте не будем пополнять сводку МЧС подобными случаями. Ни под каким предлогом, ни на минутку не оставляйте без присмотра малолетних детей. Не жалейте своего времени и обязательно рассказывайте своим чадам об опасностях, которые таят себе, казалось бы, привычные нам вещи. Повторите с ребенком правила поведения в быту, в лесу, на водоемах, правила дорожного движения. Расскажите о тех опасностях, которые таят игры с огнем. Сделайте все, чтобы жизни и здоровью ваших детей ничего не могло угрожать. В пятницу днем в одном из боксов ГСПК партизанского района при демонтаже редуктора газового оборудования в моторном отсеке Крайслера произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате чего получили ожоги 20 и 15% тела, соответственно, 43-летний владелец гаража и его 38-летний друг. МЧС предупреждает, ни в коем случае не стоит заниматься демонтажом газового оборудования самостоятельно. Обеспечит безопасность автовладельцев лишь квалифицированная помощь специалистов. Минск чрезвычайный. В субботу около 7 утра пожар случился в 9-этажном общежитии на улице Денисовской. Загорелись вещи в одной из комнат на третьем этаже. Накануне 47-летняя хозяйка и ее 54-летняя соседка заснули во время просмотра телепередач. Одна из приятельниц утром услышала треск, проснулась и увидела, что из телевизора идет дым. Женщины пытались потушить пожар своими силами, но это не привело к ожидаемому результату, и они позвонили по номеру 101. В результате слаженных действий работников МЧС с использованием масок для спасаемых были спасены 8 человек, из них трое детей. В общей сложности из здания общежития были эвакуированы 60 человек. Одну из погорельцев с отравлением продуктами горения доставили в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Огонь повредил вещи в комнате, закопчен общий коридор общежития. Предполагается, что всему виной стало аварийное состояние телевизора. Следует отметить, что у любого электроприбора заводом-изготовителем устанавливается не только гарантийный срок, но и срок эксплуатации. Эксплуатация после указанного производителем срока небезопасна. Даже если прибор еще рабочий, в любой момент может произойти поломка, которая приведет к пожару. Ни в коем случае не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. Если загорание все же произошло, необходимо обесточить электроприбор и только после этого приступать к его тушению, так как в обратном случае будет продолжаться тепловое воздействие тока и прибор будет гореть дальше. Если вы не уверены в своих силах и безопасности при тушении, незамедлительно покиньте помещение и вызовите спасателей по телефону 101 или 112. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.